Не стоит откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже сегодня, а именно побеспокоиться о своем здоровье. Впереди холода, а вместе с ними и незваные гости, сезонные заболевания, которые, как правило, подкрадываются незаметно. Чтобы не дать вирусу победить, специалисты рекомендуют отнестись серьезно к нескольким вещам. Срайноябрьская погода создает некомфортные условия для нашего организма. Температура воздуха за окном благоприятствует распространению инфекций. Поэтому, выходя на улицу, стоит помнить пару простых правил. Во-первых, одеваться нужно по погоде, то есть не очень жарко, чтобы не потеть, и не очень легко, чтобы не замерзать. И то, и другое одинаково плохо. Не надо перегревать ни детей, ни самих себя. Но при этом нужно заботиться о том, чтобы тепло и сухо было ногам. Стоит один раз промочить ноги, как человек утром уже остается с явными признаками неблагополучия в организме. Кроме того, особенно сейчас актуально пить достаточное количество жидкости. То есть 1,5-2 литра в день – это должна быть обязательная норма. Почему? Если организм испытывает недостаток жидкости вот в это время, недостаточно образуется слизи в носовых ходах. А слизь – это и есть первый барьер для вирусной инфекции. То есть попадая в наш организм, вирус задерживается слизью. И если ее не будет, или она будет недостаточно активной, значит, скорее всего, вирус очень быстро попадет в наш организм. И справимся мы с ним или нет, мы не знаем. Частое пребывание в общественных местах повышает риск заражения инфекциями. Обезопасить себя можно прибегну к незамысловатым бабушкиным рецептам, а также следуя общеизвестным правилам. Выходя из замкнутого пространства, возвращаясь домой с работы, например, выходя из транспорта, пришли на работу, на работе это можно сделать. Пришел ребенок из школы, нужно промыть носовые ходы обязательно вот этим солевым раствором. Это очень просто, но это очень эффективно. Ну вот, проветривание помещений – это тоже очень важный момент. Следующий момент очень эффективный и простой – это поддержание нормальной влажности в тех помещениях, где мы живем. Ну, это квартиры, это спальные помещения, потому что наше паровое отопление приводит к тому, что воздух пересушен в квартире. Это очень плохо, потому что, опять же, пересушенный воздух приводит к высыханию слизистой оболочки, и защитные функции ее при этом снижаются значительно. Не следует обходить стороной такой важный аспект, как питание. Анализ ежедневного рациона позволит не только не дать инфекции попасть в организм, но и улучшить самочувствие. Верные помощники в борьбе с вирусом – лук и чеснок. Врач-валиолог рекомендует детям носить нагрудные мешочки с чесночной кашицей, а взрослым стараться регулярно употреблять эти два продукта в пищу. Не забывать о богатых полезными свойствами имбире, кардамоне, лимонах и других фруктах. Включить в питание специи, ведь они укрепляют иммунную систему. Что является объективным зеркалом, отражающим нашу красоту и здоровье? Конечно же, кожа. Поддержать ее ухоженный вид в сезон холодов и дождей, предупредить сухость и разного рода воспаления можно. Для этого стоит полюбить домашние лечебные процедуры, которые не займут много времени, однако станут эффективными помощниками. Увлажняющая маска должна содержать масло ши, грамотное масло, макодами, масло жажаба. Это вещества, которые не разрушают гидролипидную мантию, очень хорошо питают и увлажняют кожу в осенне-зимний период. Для здоровья кожи очень важно количество выпитой жидкости. Количество воды, потребляемой в сутки, должно быть не менее двух литров. Также очень важно для кожи соки, морсы, отвары, трав. Следуя таким нехитрым, однако действенным советам, брещане могут оградить себя от лишних проблем и встретить новый сезон в прекрасном самочувствии и с положительным настроением. Тоскливые монотонные тучи и дожди, сырой промозглый ветер и мокрый снег – не повод вешать нос. Как известно, оптимистам по жизни идти гораздо проще.